За мной бежит мой злобный клон! У меня есть просто ящерица в руке, с которой что я делаю? Что за... What? Привет, меня зовут Пози. Новый, безумно дорогой ролик на моём канале. Мне кажется, я единственный геймер, который тратит столько кэша на контент. Три недели назад в одном из своих роликов я анонсировал конкурс, где каждый подписчик может принять участие. Кто сделает лучшую игру про меня в Роблоксе, получит 50 тысяч рублей. И, если честно, я немножечко удивлён, вот совсем чуть-чуть. Очень много подписчиков решили поучаствовать в этом конкурсе. Поэтому посмотрим, что сегодня интересного приготовили для меня мои подписчики. Вы представляете, сегодня у подписчика есть возможность просто так получить 50 тысяч рублей. Потратил один день на игру плюс 50 тысяч рублей. Ребята, перед началом этого ролика обязательно поставьте лайк под этим видео. Давайте мы с вами соберём 100 тысяч лайков. Для чего они мне нужны? 100 тысяч. 1, 0, 0, 0, 0, 0. 5 нулей. 5 плюс 0 равно 5. Но нет, 50 часов до выхода безумного ролика. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь. Итак, позеран симулятор. Ну, судя по заставке, здесь будет что-то очень, очень некачественное. Пока что непонятно. YouTube плюс остров плюс скорость плюс пози равно пози ран симулятор. Но, в принципе, звучит логично. Почему я здесь без волос? Это вообще нормально? И при чём здесь шар? Пока что тоже непонятно. Но игра была создана как раз таки в период старта этого конкурса. Челленджа. Здравствуй, дорогой игрок. Это роблокс симулятор скорости пози. Чтобы получать очки бега и скорость, тебе нужно просто бегать. А если хочешь больше, тогда собирай круглые кнопки YouTube пози. Для связи мой дискорд. Он даже оставил свои контакты. Золотая кнопка YouTube даёт 70 скорости. Красная кнопка YouTube даёт 5 скорости. Голубая кнопка YouTube даёт 40 скорости. Псс, говорят, что на другом острове есть кнопка, которая даёт плюс 1000. О, это же Тоби. Капец, я медленный. Что за... Я очень медленно перемещаюсь. И смотрите, у меня нарабатываются поинты. Каждый раз, когда прибавляются поинты, я по чуть-чуть ускоряюсь. Здесь как будто установлены шейдеры. И, кстати говоря, небо выглядит прикольно. Смотрите, это же моя огромная статуя. YouTube. О, это огромные спарки, которые прямо сейчас смотрят на меня. Камень я собрать не могу, к сожалению. О, смотрите, я там даже вижу вторую локацию. Не, ну, чувак, явно хоть немного дозаморочился. Так, у меня уже 140 поинтов. Всё, я начинаю ускоряться. Смотрите, как я забавно двигаюсь. О, всё, я начал нормально бегать. Что ж, давайте мы с вами посмотрим, насколько здесь много багов. Что он там говорил по поводу красной кнопки? Даёт 5 скорости. Так, подходим. Собираем. Да, это дало 5 скорости. Золотая кнопка даёт 70 скорости. Сейчас мы с вами это и проверим. Подхожу к золотой кнопке и... Да, плюс 70. Осталось мне только собрать голубую кнопку YouTube, которая даёт 40 скорости. Итак. Да, она дала 40 скорости. Все кнопки работают исправно. И мне резко стало интересно посмотреть, что же находится на втором острове. И как мне до тут добраться. Кстати говоря, в игре вообще нет доната. Смотрите, здесь нет кнопочки донат. Я бы мог сейчас себе упростить задачу и задонатить в эту игру. И сразу же купить себе скорость и телепортироваться на следующий остров. Но, к сожалению, он этого не добавил. Возможно, он даже не знает, как это добавлять. Что ж, но в целом достаточно интересно. Так, чисто побегать 30 минуточек. Ну, даже минуточек 20. Позалипать вот на эти шарики, которые здесь появляются, неплохо. Но как игра, у которой в перспективе может быть там 100 тысяч онлайна, то вряд ли, вряд ли в нее будет играть много человек. Но как конкурсная работа, опять же, неплохо. Так, смотрите, давайте мы с вами соберем эту штуковину. Сколько мне нужно собрать скорости, чтобы я мог спокойно перелететь до другого острова? Пока что непонятно. Но, видимо, сейчас у меня будет быстрее набираться скорость, потому что, ну, я уже бегаю достаточно быстро. Ладно, все, давайте мы с вами пофармим пока что все эти шарики. Итак, я нашел сразу же ошибку, ребята. Смотрите, шаров почти нету. Здесь появляется по одному шарику. Регенерация очень долгая. И чтобы добраться до следующего острова, мне потребуется, ну, плюс-минус 10 тысяч скорости. Смотрите, я даже через забор перелететь пока что не могу. А еще ящерицы оказались немного плоскими. Вот смотрите, вот ящерица, да? Вы на нее смотрите и такие, да, прикольная ящерица, выглядит клево. Смотрим со стороны, и что? Она, блин, почти плоская. Да, это все обман, это муляж. Гуляж. В общем, мне кажется, что я не смогу сегодня добраться до второго острова. Я просто буду очень долго ждать регенерации всех этих шариков. Хотя скорость у меня уже 2000, а нужно 1020. О май гад. Итак, следующая работа от этого же участника. Позис парки симулятор. Hello, dear friend. This is Posi mod. Here you should press and get coins, which you can buy eggs with animals. Здесь вы должны собирать монетки, на которые вы сможете приобрести яйца с питомцами. Вау, это просто невероятно. Пет симулятор. Что ж, в эту игру поиграло 147 человек. И она тоже была создана прямо в старт нашего конкурса. Только питомцы здесь какие-то странные. Это же просто мое лицо скопированное, нет? Привет, это Roblox Simulator Posi. Здесь нужно кликать на блог и прокачивать свои петы. Свои петы? Что? Чел просто взял и скопировал дизайн со своего предыдущего плейса. Так, смотрите. Тут даже есть все возможные питомцы и яйца. Пози, редкое яйцо. А почему с одной зэ, не понял? Спарки, яйцо. Робзи, яйцо. Неплохо. Тут даже есть легендарные петы. О май гад. О, а что это? Тут можно купить деньги. Тут даже есть донат. Ничего себе. Что мы с вами должны делать? А, у меня есть просто ящерица в руке. С которой что я делаю? Что я делаю? Что ж, оформление плюс-минус такое же, как и было в предыдущем симуляторе. Тут опять же огромные ящерицы. Огромная моя статуя. Большой пози. Тут так написано Big Posi. Это, видимо, создатели этого симулятора. Криэйтор раз. Криэйтор два. Какие забавные скины. Чем быстрее я кликаю, тем больше монеточек я получаю. В правом верхнем углу показывается мой кэш. У меня уже 80 кэша. Давайте мы с вами откроем магазин. А в магазине есть пока что всего лишь один питомец. Спарки Блю Нион. Он стоит 600 монет. Ничего себе. И он дает сразу плюс 3 коина. А почему других питомцев нету в этом магазине? Вот смотрите, я пролистал. Магазин пустой. Всего лишь один питомец. Может быть, мне нужно покупать их по очереди? Тут можно трейдиться с другими игроками. Вау. Что ж, ну этот симулятор выглядит немного поприкольней. Давайте мы с вами сейчас задонатим сюда 50 тысяч монет. Сколько это стоит? 90 робуксов всего. Ну, не так уж и дорого. И все, мои монеты купились. Здесь даже работает донат. Ничего себе. Ладно, у меня есть 50 тысяч монет. На что я их могу потратить? Давайте зайдем в магазин. Купить. Все, я купил себе следующего пета, который дает сразу по 3 монетки. Да, он дает по 3 коина. Что ж, это какая-то другая ящерица. Это доисторическая рептилия. О, давайте мы с вами пооткрываем яйца. Самое дорогое яйцо здесь стоит 100 тысяч. Лего. Эпическое яйцо. Редкое яйцо. Но это, видимо, обычное. Что здесь делают яйца Робзи? Так, ладно, давайте мы с вами откроем это яйцо. Тут есть анимация. И мне выпадают парки. Это типа как с парки, только парки. А, давайте мы с вами еще откроем яичко. Парки. Все понятно. Может быть, я могу себе в парке яйца что-то вывезть. Итак, открывается парк яйцо. И мне выпадает Мэри. Давай еще одно яйцо. Какие здесь шансы вообще? Спарки. Ничего себе. Тут, оказывается, выпадают и другие питомцы. Давайте откроем с вами эпическое яйцо. Что выпадет из эпического? Спарки. Тоже самый питомец, который нам выпал в яйце за 650 монет. Только здесь это яйцо стоит 2 тысячи. В чем прикол? Мне казалось, что петы должны быть намного лучше. Кэрри. Так, давай еще. Опять с парки. Еще. Кэрри. Я хочу себе выбить об обусы. Об обусы выглядит прикольно. Возможно, он выпадает только с легендарного яйца. Но мне придется задонатить еще 50 тысяч монет. Нормально. Ребята создали эту игру, чтобы я потратил здесь свои робуксы. Мне кажется, таков их план был. Вы представляете, сколько нужно кликать обычному игроку, чтобы заработать себе на яйцо за 100 тысяч? Ладно. Покупаем его. Пузи! Вау! Я выпал! О-о-о-о-о! Мои питомцы выстрелились в ряд. Это выглядит на самом деле не так уж и плохо, как я думал. И смотрите, тут даже ящерица вместе с этой головой выпала. Ну прямо один в один. Что ж, давайте посмотрим, сколько монет я буду получать. О-о-о-о! Ничего себе! Вот это фар монет! Слушайте, ну кэш здесь работает исправно. Вот смотрите, я сейчас заработаю себе 100 тысяч, и мне даже не нужно донатить робуксы. Достаточно было всего лишь один раз выбить себе легендарного пета. Здесь даже есть какая-то экономика. Мне кажется, я здесь уже немного подзадержался. Ладно, давайте, откроем легендарное яйцо, и опять выпадаю я. Ну так, с каждым разом мне будет намного проще фармиться. Слушайте, я здесь потратил 10 минут. А это означает, что игра вполне играбельная. Здесь есть базовые механики симулятора, и однозначно я ей ставлю лайкосик. Конечно, не шедевр, но как простейшая игра для конкурса, неплохо. О-зи, эскейп оби, нью! Вау, ничего себе, кто-то сделал новую оби при меня. Большая смешная оби-карта. Игра была создана 5 сентября, но обновилась она 24 сентября, как раз таки тогда, когда запустился конкурс. И раз тут есть надпись нью, значит здесь действительно должно быть что-то новое. Может быть, я эту оби-карту не видел. Здесь играет музыка 5-5-x-5-5. Это ролик, который я выпустил на 10 миллионов. Воу, нифига себе, здесь огромная оби-карта. Если честно, я немного в смятении, потому что сейчас здесь играет моя музыка. Но, это пуш. Ладно, окей, я реально немножечко удивлен, я в смятении. Я точно не ожидал здесь услышать трек, который я выпускал на 10 лямов. Что ж, чуваки, уровней здесь достаточно много, и все они какие-то, ну не очень. На самом деле, можно было сделать всякие испытания в движении, какие-нибудь шары, которые здесь двигались бы, платформы двигающиеся. Но почему-то ему было лень, и он просто решил набросать вот такие всякие кругляшочки. Если честно, я не представляю, кто сейчас в 2021 году играет в оби. Мне казалось, что оби-тематика, она уже давно-давно иссекла себя. Вот как несколько лет назад, 100%. На самом деле, в Роблоксе есть очень много крутых игр. И я уже тем временем дошел до 12 уровня. Ладно, все, с меня хватит. В общем, я ставлю дизлайк этой карте. 100% дизлайк. Чувак вставил мою музыку, звучит неплохо. Но, к сожалению, обе карты это слишком и слишком банально. Итак, смотрите, у этого плейса 178 визитов. Он был создан 23 сентября. Точнее, обновлен 23 сентября. This is game for Posi, who is also an awesome YouTuber. Спасибо большое! Но, смотрите, у этого плейса даже нет картинки. Но его посетило 180 человек. И мне безумно интересно, что же там такого? Чем он отличается от других плейсов? Воу, так, окей, я появился в какой-то деревне. Что ж, смотрите, здесь слегка заблюрено наше зрение. Я вижу некий зомби. А фонарик не работает. Воу! Чё за фигня? Они повсюду! Ух ты, блинский! Я явно не ожидал такого. Их здесь реально очень много! И деревня криповая. И музыка подходящая. Слушайте, атмосферненько, атмосферненько. Как будто попал в зомби-апокалипсис. Так, ладно, могу ли я зайти в какое-нибудь здание? Нет, здесь всё закрыто. Чёрт, они идут на меня. Что здесь есть интересного? Смотрите, я могу шифтиться, я могу даже быстро бегать. Ха! Не догонишь. Не догонишь. Оу, здесь вся деревня в огне. Ничего себе. Оу, это же я! Со Шреком! Дай пулемёт! Шрек с катаной, спаси меня! Ладно, я даже не могу отдалить свой вид. Знаете почему? Потому что игра от первого лица. Так, ладно, он как-то пробрался. Они какие-то супер агрессивные. К такому меня жизнь явно не готовила. Я не ожидал, что мои подписчики могут создать зомби-симулятор. Ну, это вполне играбельно. Здесь можно залипнуть, побегать с друзьями, поугарать и поотбиваться от зомби. Это реально выглядит неплохо. Если это какой-то стандартный плейс для разработчиков, то тогда это будет очень плохо. Ну, а если нет, то это вполне перспективная игра. И локация огромная. Блин, может тут есть ещё какие-то пасхалки? Шрека я нашёл. Что здесь может быть ещё? Они через заборы перепрыгивают. Они какие-то очень умные зомби. Не такие, как в обычных зомби-симуляторах. Они прямо армии собираются. И они нормально так дамажат. Они реально действуют как зомби. Бегают кучкой и дамажат все сразу. Здесь нет такого, что есть какой-то дисбаланс в уроне. Типа зомби убивает тебя с одного удара. Нет, вполне неплохо. Я хочу найти какую-нибудь безопасную зону. Да ёлки. Да, здесь лучше не останавливаться. Ладно, давайте, убивайте меня. Их вообще уже здесь миллиард. Что происходит? Вы посмотрите, сколько ников зомби. Офигеть. Что ж, этот плейс наравне с симулятором спарки заслуживает лайкоса. Напишите в комменты, как вы считаете, стоит ли ставить лайк этой игре? Мне понравилось. Побегать от зомби всегда весело. Пози конкурс на 50 тысяч. Пози. Пози брос. Пози. Чувак вбил в название абсолютно все вариации ников, чтобы я 100% нашел эту игру. Надеюсь, я выиграю в конкурсе на 50 тысяч рублей. Мне, кстати, 12. Надеюсь, выиграю деньги. Коплю на новый комп. Играю с ноута. И вы зацените заставку этой игры. Смотрите. Тут даже есть аватарка. И причем выглядит она вполне кликабельно. Это типа я с троллфейсом. И смотрите, он даже шрифт подобрал. Такие маленькие нюансы достаточно приятные. What? Что за? What? Так, ладно. Смотрите, я появился в месте, где я окружен самим собой. Это я, которому не лень поменять прическу обратно. Тут есть мега ящик из Бравл Старса. На него нельзя нажать. Так, кнопки. Так, дальше что? Это я, у которого сползла прическа. Что за? Воу. Это в небе мой старый скин в Роблоксе. Аватарка на Ютюбе. Я не понимаю, что здесь происходит. Великая армия пози. Что, я могу ими управлять как-то, нет? Нет, это просто мои модельки. Они в воздухе. Пацаны, спускайтесь. Ладно, может быть, я могу на байке хоть покат... Я даже ничего не нажимал, я просто улетел вниз за карту. Так, смотрите, тут есть KFC. Да, чего же нравится мне KFC. Я влюбился лишь однажды по... KFC прикольно. Так, а что у нас тут наверху? Ну, это просто заведение KFC. Я совсем не понимаю смысла этого плейса. Музей пози. Так, голый пози. Да, это я. Гигант пози. Ну, это я. Правда, тут нет моего скина. Ну, да ладно. Гигант в спарке. Оу, оу. Это я думал издалека, что это какие-то бобы. Это больше похоже не на спарке, а на какую-то змею. Так, что в Макдональдсе? Рональд, Макдональд. Без лица. Заходим внутрь. Что ж, это крипово. Я застрял в холодильнике? Я не могу сдвинуться. У меня все наполняется твиксом. Это абсолютно сломанная игра. Она абсолютно бессмысленна. 50 тысяч конкурс. Нет, чувак, вряд ли ты выиграешь с такой игрой 50 тысяч. Так, тут есть какие-то двери. Открыть. Просто, просто стоит дверь. Ладно, дизлайк. Это не игра, это просто плейс. Обычный плейс. Пози киллер. Опять эта музыка. Но здесь она уже играет немного крипово. Оу, щи-щ. Что это за... Ааа! За мной бежит мой злобный клон. Отвали от меня. Пошел ты. Что тебе нужно? Отстань. Он со своей музыкой задолбал меня. Уйди. Оу, щи-щ. Я не ожидал его увидеть позади себя. Так, ганкит. Что это такое? Я могу себе купить пистолет за 20 робуксов. Давайте мы с вами его купим. Итак, я купил. И ничего не купилось. Невероятный ганкит. И как мне от него спастись? Мне, типа, нужно забежать в одно из этих зданий. Они вообще открываются? Нет. Это скример с моей фоткой? Я даже не знаю, если честно, что мне здесь делать. Ой, я собрал пистолет. Может, я его сейчас могу вырубить? А ну-ка, отстань. Я его убил, но он меня зацепил. Ладно, это просто place, где за мной бегает кукла. Ну-ка, прекращай. Вот прекращай эту клоунаду. Прекращай. А, ну что ж, что я могу сказать? Дизлайк. Побег от пози. Так, смотрите, тут есть интересная заставка. Руки вверх. Это он. Сдавайся. Добро пожаловать в побег от пози Оби. Игра посвящена ютуберу пози. И создавалась специально для фана и участия в конкурсе. Игра с сюжетной линией. В игре имеется ряд пасхалок, связанных с каналом пози. За нахождение всех пасхалок будет открыто для вас достижение. Удачи в поиске. Игра была обновлена 7 октября. То есть она была обновлена недавно. Но создана была в 2019 году. То есть, вероятнее всего, чувак просто взял и переделал какую-то уже существующую игру. Ну, давайте мы с вами посмотрим, что здесь за сюжетная линия такая. Сюжет. Побег от злого пози. Так, это я, Дратути. Эй, я думаю, где-то здесь есть ключ, которым можно отпереть эту дверь. Смотрите, я нахожусь сейчас в офисе. Тут есть моя заставка. Это, видимо, чекпоинты, стейджи. Так, это какой-то компьютерный клуб. Или что это такое? Так, у меня есть какая-то гравити-пружина. Здесь есть мой плакат. А где ключ-то мне найти? А, вот он ключ. Так, хорошо. Я взял ключ. Сейчас я открою дверь. Мне кажется почему-то, что это просто переделанная игра. Этап. Начало приключений. Покупай самый лучший мерч на сайте bromerch.com. Ха! Ничего себе. Реклама в рекламе. Он добавил какой-то не очень хороший шрифт. Это наталкивает меня на мысль, что это просто переделанная игра. Я почему-то в этом уверен. Либо игра взятая с публичного доступа. Смотрите, здесь чуваки на стульях катаются. Тут открыт мой канал. Уворачиваемся. Главное, чтобы они меня не задели. Все, я их оббежал. Красивенько. Спускаемся с вами на лифте вниз. Что есть в магазине? Смотрите, тут есть хук. Есть шарик. Радио. Гравити-пружина. Ну, с точки зрения дизайна, игра выглядит вполне играбельно. Смотрите, здесь есть даже админ панель. Я могу кого-нибудь забанить. Смотрите, здесь какой-то расплавленный чувак. Вот же ж, блин. Как мне пройти дальше? Может, через... Через вентиляцию. Мы поползем через вентиляцию. Как будто я уже когда-то играл в похожую обе. Она мне вот что-то очень сильно напоминает. Но я боюсь ошибиться. Оу, я думаю, что надо перерезать эти провода. Какие провода? Вот эти? Используйте цвета выше. Оу, так, ладно. В каком порядке обрезать провода? Вначале красный, затем желтый, затем черный провод, зеленый и синий. Воу! Максимальный интерактивный уровень. Мне нужно пробежать к этой дверце. Все, пробегаем. Отлично. Не забудь про лайк. Так, поднимаемся наверх. И вуаля! А! Боже мой! О май гад! Ребята, он просто взял игру у Blox Con Oblivious. Если не ошибаюсь, есть такой ютубер Oblivious HD. И кажется, это его игра, которая просто переделана. Я все понял. Эх, а я надеялся. Мы можем отсюда уходить. Что ж, из достойных участников у нас есть зомби-симулятор, где нет ничего, кроме как бегать от зомби и бить их сковородкой. Плюс есть пасхалка. Ну а также есть Sparky Simulator, в котором тоже ничего нет, но есть три яйца. Есть донат рабочий. Есть питомцы, которые дают бонусы. Мне кажется, что в позе Sparky Simulator более играбельная игра. И именно поэтому игрок с ником Ютка Ютуб получает 50 тысяч рублей. Что ж, для первых игр это было действительно неплохо. Ребята, напишите в комменты, какая игра вам больше всего понравилась за этот ролик. Также поставьте лайк под этим видео. Подпишитесь, если вы еще не подписаны. Нажмите на колокольчик обязательно, чтобы не пропускать новые видео. Ну и напомню вам, 100 тысяч лайков. Увидимся с вами в следующих видео. Адьес!